Здравствуйте! Эфир своего ТВ продолжает новости. Меня зовут Екатерина Сегеда. И вот главная тема этого выпуска. Рабочие выходные. Какие ведомства будут нести службу на новогодних каникулах? Увидеть трехметровый предградинский крест XI века теперь может любой желающий. Как это сделать, расскажет Ярослав Лапин. Без консервантов, усилителей вкуса и пальмового масла. Где построят фабрику полезных снеков? В новогодние праздники органы власти, здравоохранение и правопорядка продолжают работать. Трудовой график на грядущие зимние каникулы обсудили на совещании в правительстве региона. Члены Кабмина будут дежурить в течение всей недели, а на работу выйдут главы муниципалитетов. Не останутся Ставропольцы и без медпомощи. Я прошу составить график дежурства главных врачей по нашим всем больницам, где мы сегодня боремся за жизнь людей, которые больны коронавирусом. И я прошу, чтобы этот график лежал у каждого из членов правительства в новогодние дни, кто будет дежурить прямо около телефона. Продолжит работать, конечно, и свое ТВ. Без новостей наш зритель не останется. Что касается других тем совещания, то обсудили сельское хозяйство. В ближайшие четыре года площадь орошаемых земель на Ставрополье вырастет в два с половиной раза. То есть миллиарация захватит почти 120 тысяч гектаров полей. Развивается и фруктовое садоводство. Закончился трехлетний эксперимент, который позволил разбить сады на базе 600 ферм. На это Край выделил 240 миллионов рублей. Кроме того, губернатор поручил мониторить цены на социально значимые продукты. Уже установлены предельные цены на килограмм сахара и литр подсолнечного масла. Между Ставропольем и Белгородской областью планируют запустить прямые авиарейсы. Это один из итогов рабочей поездки Ставропольской делегации в Белгород. Губернатор края Владимир Владимиров и временно исполняющий обязанности главы области Вячеслав Гладков подписали соглашение о сотрудничестве по самым разным направлениям. Стороны договорились, что регионы будут обмениваться опытом и лучшими практиками в отрасли сельского хозяйства, социальной сфере, научно-образовательном комплексе. Владимирова заинтересовал опыт Белгорода в части развития транспортной системы, городского планирования и застройки, когда предпочтение отдается малоэтажным домам. Сегодня смотрели на подходы, связанные с жилищным строительством. Точно этому надо учиться. И вы нам просто обязаны передать такой опыт, чтобы мы тоже могли так же динамично развиваться. Также стороны достигли еще одной договоренности. Дети из белгородских семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть в санаториях Кавминвод. К слову, уже в марте делегация области приедет в наш край с ответным визитом. Ну, нужно рассмотреть те варианты сотрудничества. Если мы их выстроим с сильными регионами, мне кажется, мы все выиграем. Ставропольский край Белгородский. Поэтому благодарю Владимиру Владимировичу, что он приехал со своей командой. Продолжаем выпуск. На Ставрополье прививку от коронавируса сделали уже больше тысячи человек. В ближайшее время в регион планируют привезти новые партии вакцины. 10 тысяч доз в декабре и еще 20 тысяч доз в январе. Об этом сообщили на заседании Краевого координационного совета по борьбе с коронавирусом. Его провел губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференц-связи. Глава региона дал поручение руководителям на местах обеспечить бесперерывную работу пунктов, где проводится вакцинация. В территориях, где ведете вакцинацию, контролировали ежедневно проведение вакцинации. Чтобы не было столпотворения, чтобы не было лишнего ажиотажа. И те меры, которые мы с вами начинали, связанные с формированием электронной очереди, с доставкой людей централизованной, мы должны это все выполнить. Также Владимиров поручил начать проектирование нового отделения Краевой инфекционной больницы на 500 мест. Все процедуры нужно выполнить до середины следующего года и тогда же начать строительство. Еще один важный вопрос, который обсудили на заседании, это работа медицинских учреждений в новогодние праздники. В этот период в больницах все должно функционировать без сбоев. Губернатор поручил организовать необходимый запас коек, лекарств, а также обеспечить стабильную работу станции скорой помощи и медицинских бригад. Экспонаты Ставропольского музея-заповедника теперь можно пристально рассматривать дома. Их, конечно, не привезут вам для этого в квартиру. В историю погрузиться поможет специальная технология. Как это работает, узнал Ярослав Лапин. Древнейшие археологические экспонаты и современные технологии 3D-моделирования. Объедините их, и вы получите уникальный в России виртуальный лапидарий. С его помощью из любой точки мира можно с точностью до полумиллиметра рассмотреть ставропольские экспонаты. Редчайшие многовековые каменные скульптуры представляют огромный интерес для ученых со всего мира. Но не у всех есть возможность приехать в Ставрополь. Теперь же изучать уникальные экспонаты можно, не отрываясь от экрана компьютера или смартфона. Кропотливая работа фотографов с высокоточной техникой позволила создать настолько подробные модели экспонатов, что по ним даже можно составлять научные доклады. Объемные фигуры можно увеличивать, измерять и даже рассматривать под воздействием различных источников света. Разработать и воплотить такой проект в жизнь музею помогло участие во всероссийском конкурсе. В начале лета фонд История Отечества объявил конкурс о создании историко-культурных просветительских онлайн-проектов. И мы решили принять участие в этом конкурсе. Мы предложили создание виртуального лапидария, то есть собрание объектов культурного наследия, выполненных в камне. Всего 45 экспонатов, большинство из них хранятся в музее, некоторые находятся за пределами музея. Чтобы добиться такой схожести с настоящим археологическим артефактом, специалисты проделали колоссальную работу. Интересно, что фотосъемка камней позволила увидеть много важных деталей. Каждый объект снимался сверху вниз, со всех сторон. На каждый объект сделано не меньше тысячи фотографий. И в результате поверхность можно рассматривать с точностью до полумиллиметра со всех сторон. И благодаря специальному контрастному освещению можно видеть те детали, которые не видны невооруженным взглядом или плохо видны. Например, на мавзолее, благодаря особым способам съемки удалось обнаружить, что у главного изображенного здесь человека, это вот аланский правитель Дуругиль, возможно, что у него есть каблуки. В будущем специалисты планируют сделать 3D-модели многих других музейных артефактов. Увидеть экспонаты Ставропольского музея-заповедника в виртуальном лапидаре можно в любое время. А увидели их вживую Ярослав Лапин и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Очень полезные технологии, особенно они актуальны в период пандемии, когда все находятся дома. Но, как по мне, все-таки лучше прийти в музей и увидеть экспонаты своими глазами вживую. Идем дальше. Жители Туркменского округа теперь могут спать спокойно. Там сотрудники МЧС на домах бесплатно установили пожарные извещатели, которые даже при небольшой задымленности будут предупреждать о возгорании. Устройства помогут предотвращать масштабные происшествия. У приборов громкий звуковой сигнал, который разбудит спящего человека. Это важно. Весь часто пожары происходят именно ночью. О других новостях края в нашем обзоре. Площадку для санавиации создадут в Железноводске. Она предназначена для медицинских вертолетов и будет расположена в непосредственной близости от городской больницы. Возводить объект начнут в 2021 году. Это позволит повысить доступность и качество экстренной медицинской помощи на курорте. В Пятигорске создадут мусороперерабатывающий комплекс, который начнет работать уже в первой половине 2021 года. Предполагаемая мощность системы составит порядка 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Это также позволит привлечь в регион новые инвестиции. Возводить комплекс будут по нацпроекту «Экология». Завод полезных перекусов из различных семян и орехов строят в Невинном Иске. Выпускать там будут около 2500 тонн полезной и качественной продукции в год. Поставляться она будет не только на российские рынки, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Примечательно, что в составе не будет консервантов, усилителей вкуса, глютена и пальмового масла. Ну это все новости к этому часу. Еще больше их на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там много интересного. Также присылайте свои вопросы на номер, который видите на экране, а мы постараемся на них ответить. Сейчас прогноз погоды с моей коллегой Викторией Шкальной. Я передаю ей слово. С вами прощаюсь. Меня зовут Екатерина Сегида. Всего доброго. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. О погоде на вторник, 22 декабря, прямо сейчас. В Ставрополе пасмурно, днем минус один, ночью минус четыре градуса. Возможен снег. В Изобильненском и Новоалександровском округах местами не будет снег с дождем. Днем плюс один, ночью минус два градуса. В Пятигорске и Минеральных Водах пасмурно и снег. Днем минус один, ночью минус три градуса. В Кисловодске плюс один градус днем и минус девять ночью. Погода ясная, осадков не ожидается. А вот на востоке края местами снег с дождем. В Арзлирии, Патово и Дивном днем минус два, ночью минус четыре. В Буденновске и Нефтекумске плюс два днем и минус три ночью. А теперь немного милых новостей. Влюбленные пингвины с африканского пляжа стали интернет-звездами. Более трех миллионов просмотров собрало вот это видео. На нем пара пингвинов прогуливается по пляжу в Южной Африке. Это очаровательная сцена, похожая на романтическую прогулку или даже предложение руки и сердца. Парень точно встал бы на колено, если бы они у него были. На этом у меня все. Увидимся на своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин